Слово Отцу и Духови, от Девы, родшиеся на спасение наше, воскресенье верни, и поклонимся, яко благоволиве, в плотью взвите на крест и смесли терпите, и воскресите умершие славны воскресеньем своим, и ныне и тристны во веки веков, аминь, и окунимом и дерзновение за три ноги веки наше, сейчас батюшка зайдет, благословит, ну кто-то закрыл уже, В Загуляево уехали, ребятишки, а где дуроботы остальные? В школе? Да, в клуб, они здесь могут приехать. Именно в это время, но я объявлюсь сегодня, никогда не забывай, в 7 часов, в пятницу погружаемся, ну ладно, мешать не буду. Ваня, а как это произошло? Ой, Ваня, что тебе, Ваня, ты как это произошло? Ну, просто мы купили сено, мы дали сено, дали им, некоторые от сена погибли, но у нас была еще одна коза, ей было 11 лет, она уже старая, она мила. От старости? Да. Ничего себе, понятно, такое плохое сено купили, да? Вот видите, какая беда, скотина сдохла от сена, ничего себе. Кролики не сдохли, потому что кролики едят. Кролики едят, да? Да. И лошади. Помоги вам, Господи, чтобы вы новые будете покупать, да, козочек? Видите, козочки у них кормилицы, и они у них все погибли. Нет, мы к кроликам будем покупать. Только кроликам, да, теперь будет. А как молочко же у вас было на козочек? Ну, мама у коровки покупает. А, у кого-то есть там рядом коровки, да? Понятно. Вот, тетя Настя, молиться надо очень сильно, она ножку повредила, и все, и она болеет очень сильно, чтобы она выздоровела. Из-за путешествующих загуляют, они когда вернутся не знают, тоже всегда молитесь дома. А еще в этом сене был особ, поэтому они упалили. Им нельзя, да, это? Да. Сейчас еще чудесное исцеление почитаем. Я с болезнью не мирюсь, тихо шепотом молюсь. Мой Господь, Сыритель мой, я прошу, побудь со мной, Чтоб простуду одолеть, чтобы больше не болеть. Я прошу тебя, мой отче, будь со мной днем и ночью. Время медленно течет, и часам потерян счет. Я болезни не боюсь, я по-прежнему молюсь. О, Господь, не дукуйми, жуткий жар с меня сними, словно печь. Я весь горячий, но Христос мой добрый врач. Я болезни не боюсь, я по-прежнему молюсь. И болезнь к исходу дня вдруг оставила меня. Мама, мама, видит Бог, это мне Христос помог. Я воспрянул, я воскрес, помощь вдруг пришла с небес. Вот, смотрите, лежит, у него температура. Но, несмотря на то, что он болеет, ему тяжело, он что делает? Молится, даже лежа молится. Смотрите, у него там с подушки Библия, точнее. Молился, молился, и Господь дал ему исцеление. Потому что не забывал молиться. Вы всегда молитесь, когда болеете? Молитесь. А совместная молитва называется. Бог помощь нам дает друзей. Беда случится, если, взяв телефон, звоню скорей. И вот пришел ко мне Андрей, и помолились вместе. Смотрите, мальчики на коленочке встали и помолились. То есть, когда беда случилась, или когда о чем-то нужно помолиться, об экзамене, там, или контрольную написать, что нужно сделать? Сейчас все это очень просто достать. Телефон, и позвонить сестрам, братьям. Когда вот у Ении экзамен? Взяли бы всем нам смс-очки, прислали. Мы бы всех, представляешь, сколько бы ребятишек одновременно встали бы на молитву, договорились бы. Все, там, в семь часов вечера все встаем на молитву. И все, все загулявы, все дроботы, все третяковы, все в семь часов встали бы и за Еню-то как бы помолились. Все, ангел бы, хранитель ее бы вот так бы понес на экзамен. Понятно? Поэтому ты, Ене, так и скажи. Ене, как на экзамен идешь, всем быстренько, хотя бы, если его услышишь, а я всем остальное не расскажу. Готовимся к лагерю. Уже небольшая помощь есть. Немножко. Хотел показать, что у нас тут во дворе. Вот оно где. И как Господь дал, в центре Барнаула, такой участок, раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять машин. Тут еще сколько может войти пространное место. Это Господь так делает. Видишь? Это сорок четвертый номер. Говорят, что это не алтайская машина. Алтайская вот везде 22. Вот сколько я прошел, показать хотя бы. Ну все, 22. Откуда приехала эта четверка? Горный Алтай, может быть. 22. Все, 22. Вот на неделе тут загородил тыку. Барьер поставил железной колышки, забил. Это у меня тыква. Уходится поливать. Ну и вокруг. Показать. Примерно хотя бы что видеть. Потому что я выезжаю. Я сказал по прямой линии, чтобы не заезжать. Вот так от огорода отхватил под машину. Тут тоже можно машину еще ставить. Видите, как становится рядом. Это калина. Калина здесь. Показать. Служба идет. Я вышел встретить и показать. Вот сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Интересно. Дверей у нас четырнадцать. И окон четырнадцать. И как будто кто-то под заказ этот сделал. Побойте маленько, наверное, улицу. Блянуйте, что-то вот. Вот эта машина еще не вошла. Просто он так любит. Ставит здесь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. С улицы восемь. Вот шестой. Это ползунова шесть. Видите, скрывается. Что-то еще скрывать это? Плохое есть, скрывается. Тут вот почтовая у нас почта. Ну, выгорело надо все. Здесь руку сунуть. Это сосед. Вот здесь вот. Звоночек. Кто пришел, позвонил. Сейчас ходим. Зашли за службу. Дверь открыта, дежурный. И плюс к тому, вот я показываю, на засов. Вот на засов. Так что у нас тут нет ни нищих, никого нет. Мы узнаем заранее, кто нуждается. И стараемся им помочь. Идет богослужение. Пошел на скамейке тут снял. Ну и все остальное понятно. Маленькая углярка. На всякий случай пожары прям рядом, вплотную. А это деревяшки привез показать, как бобры умеют трудиться, перегрезают. Ну, вся жужжка моя. Пошел на скамейке. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок